В этом году Владимирский театр выступает в качестве почетного гостя, но несмотря на то, что спектакли оценивать не будут ни жюри, ни зрители, артисты к выступлениям отнеслись серьезно. А как иначе, один из старейших театров России, которому более 150 лет, выпускает на сцену зимнего молодых артистов с постановками «Молодая гвардия», «Андрей Боголюбский» и детскими спектаклями, «Неуловимый фунтик» и «Вредные советы». С последнего сегодня артисты и начали свои выступления. Для нас действительно это большая ответственность и честь, тем более, что два дня подряд мы играем свои лучшие спектакли. «Молодая гвардия» и «Андрей Боголюбский». Андрей Боголюбский, где вот такая русская тема, князь Владимирской земли. И нам очень важно, что именно об Андрее Боголюбском идет спектакль на Владимирской сцене, и это одна из наших визитных карточек. Этот спектакль получил награды разных фестивалей. В планах руководителей театра провести такую патриотическую диалогию по многим городам России. И отправной точкой проекта стал Сочи. В ходе фестиваля свои лучшие постановки покажут и другие театры. 21 спектакль для детей и взрослых будут оценивать зрители и жюри. Мы смотрим, как театр сегодня существует на культурном рынке, насколько он состоятелен, насколько он успешен. И это главное слово «успешен» сегодня в своей работе со зрителями, с различными партнерами, как он ведет дела. А вот эта лаборатория, в которую зрители не заглядывают, но она тоже имеет свои особенности, свои сложности, свою структуру. И фестиваль «Театральный Олимп» этими вопросами занимается, они становятся конкурсными. Но в этом фестивале все же главными судьями становятся зрители. Они своим голосованием могут повлиять на оценку жюри и дать возможность понравившемуся театру обойти конкурентов. А кто из них зайдет на «Театральный Олимп» в этом году, станет известно 29 июня.